Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Кузнец с камина застывшими глазами. Здесь чувствуется та боль. Патриоты Беларуси посетили мемориальный комплекс в Хатыни, о чем звонят колокола. Хотел избавиться от мусора и чуть не сжег всю деревню. Спасатели бьют тревогу. По всей стране фиксируются массовые палы травы. Обязательно должен быть постоянный присмотр за костром. Как не остаться ни с чем? От аномальной жары до суровых морозов. Шквал, град, грозу. Это наша очень нелюбимая метель зимой. Метеорологи отмечают свой профессиональный праздник. Кто предсказывает погоду? А также нотариальные услуги, доступный мир и отечественный сорт. На белорусские поля отправят 17 новых видов сельхозкультур. В чем их особенность? Дата, отпечатанная в истории кровью. Накануне белорусы вспомнили все сожженные города, деревни и символ вечной скорби – Хатынь. Страшную смерть тогда приняли 149 безвинных жертв. Больше половины из них – дети. С одной величайшей национальной трагедии прошло 79 лет, а боль такая же, как прежде. 22 марта, 11.30. Жители Бобруйска собираются у братской могилы советских военнопленных. Память жертв нацизма чтят минутой молчания. После возлагают к мемориалу цветы. Впереди путь длиною в 150 километров. Пункт назначения – Курганславы. В Минскую область съезжаются полтысячи машин. Патриоты Белоруссии уже давно превратили автопробеги в хорошую традицию. С каждым разом к ним присоединяются все больше людей. Масштабы поражают. Солнечный день. Мы собрались здесь для того, чтобы проявить свою гражданскую позицию, чтобы встретиться с родными людьми. Пускай мы живем в разных городах, но мы уже стали большой дружной семьей. Конечная точка маршрута – Хатынь. Равнодушных здесь нет. Люди несут цветы к непокоренному человеку. Этот памятник – центр мемориального комплекса. Митинг-реквием – дань памяти невинным жертвам войны. 79 лет назад в Хатыни произошла страшная трагедия. В деревню вошел 118-й батальон охранной полиции. Стариков, женщин и детей загнали в сарай и подожгли. А когда горящие люди пытались бежать, добивали и уничтожали. Им не оставили ни малейшей надежды на спасение. Тот день оборвал жизни 149 человек. Мы всегда, люди старшего поколения, пытаемся передать младшему. Нельзя забывать такие трагические истории нашего государства. Вот поэтому мы сегодня здесь отдаем дань памяти и уважения тем, кто погиб в те далекие годы. Колокола Хатыни знают во всем мире. Но каждый элемент мемориала – от шестиметровой скульптуры крестьянина до труп обелисков – имеет свою символику, в которой заключен глубокий смысл непокоренности и мужества белорусского народа. За все годы комплекс посетили 40 миллионов человек из 100 стран. Здесь чувствуется та боль, те слезы, которые здесь были пролиты и которые здесь пережиты. Мы участвовали в митинге в память погибших не только в Хатыни, но во всех деревнях Белоруссии, которые были сожжены заживо немецко-фашистскими захватчиками. Первоначально мемориал должны были посвятить только трагедии этих мест. Но проект пересмотрели, и Хатынь превратилась в символ вечной памяти. Теперь же здесь находится единственное в мире кладбище деревень. Зуева, Мураги, Рудкова, Залесия. Мемориальный комплекс увековечил память о 185 деревнях, подобных Хатыни, сожженных и невозрожденных. В траурных урнах земля, познавшая трагедию разорения. На открытии мемориала в 1969-м Иосиф Каминский заявил, «Люди, не допустите больше такого никогда». Наставление выжившего в Хатынском огне кузнеца приобретает особый смысл в год исторической памяти. Карина Гуревич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Пал или пропал, в Беларуси только за неделю из-за неосторожного сжигания сухой растительности погибли семь человек. После зимы трава загорается за секунды. От этого страдают люди, имущество, губительные пожары и для экосистемы. МЧС напоминает, не следует разрешать детям баловаться со спичками. Кроме того, нельзя разбрасывать окурки. А сжигать мусор на участках необходимо по строгим правилам. Обязательно должен быть постоянный присмотр за костром. При себе иметь первичное средство пожаротушения, то есть ведро с водой, лопату, какой-то инвентарь. И соблюдать безопасное расстояние от построек. То есть разжигать костер таким образом, чтобы пламя и искры не перебрасывались на сгораемые конструкции. В обруске пожары из-за пала сухой травы уже исчисляются десятками. На прошлой неделе в деревне Ковали пенсионер получил ожоги, когда сжигал мусор на собственном участке. Мобильная схема, новые горизонты и дополнительная возможность. БелЖД расширила способы оплаты электронных билетов. Какая система стала доступной? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В этом году на поля отправится 17 новых отечественных сортов сельхозкультур. В том числе озимая, яровая, пшеница, рожь, зернобобовые, люпин и гречихи. Их создали в научно-практическом центре Академии наук. Специалисты отмечают, виды белорусской селекции отлично приспособлены к местным условиям. В Беларуси подражают услуги нотариусов. В частности, выделят отдельный тариф на удостоверение согласия или отказа на оформление выезда для постоянного проживания за границей и на выход из белорусского гражданства. Больше информации на национальном правовом интернет-портале. Белорусская железная дорога расширила возможности оплаты электронных билетов. Теперь пассажиры могут приобрести квитки на сайте или через официальное приложение «Бычемый поезд» с помощью карты МИР. Система внедрена как альтернатива виза и мастер-карт. Беларусьбанк предупредил о новой схеме мошенников. От имени официального представителя злоумышленники отправляют в Абер или Телеграм фижинговое сообщение о возможной блокировке приложения и прикрепляют вредоносный файл. Устанавливать мобильный банк можно только из Play Market и App Store. Белавия начнет выполнять рейсы в Казань с 9 августа в Екатеринбург с 11-го. Билеты уже продажи. Полеты предусмотрены расписанием нового сезона. Напомним, с 18 марта сняты все ограничения на перемещение между Россией и Белоруссией. Длинная смерть, короткая жизнь. В центральной больнице прошел круглый стол. В Бобруйске, как и в других активно развивающихся городах, проблема потребления и распространения дурмана достаточно актуальна. Больше всего соблазну попробовать что-то запрещенное и заработать крупную сумму по принципу здесь и сейчас подаются именно подростки. Основные препараты, которые предлагаются молодежи – синтетические наркотики. Уже с первой дозы они вызывают привыкание. Есть необходимость, ну и в свою очередь у нас есть возможности выработать алгоритмы профилактической работы для того, чтобы в городе Бобруйске развивалось и приводировали формирование здорового образа жизни. Только за 2021 в Беларуси возбуждено более 4,5 тысяч уголовных дел. В результате употребления психотропов скончались 140 человек. Несовершеннолетних, обвиняемых по 328 статье, в прошлом году было в три раза больше, чем в 2020. У природы нет плохой погоды. Однако с этой фразы Рязановского шедевра все же готовы поспорить с метеорологи. Они отмечают свой профессиональный праздник. Так каким по предсказаниям будет апрель? О весеннем прогнозе Ольга Васенда. Прогнозы – неблагодарное дело. Только если речь не про погоду. Достаточно глянуть в телефон и точно знаешь – брать в отпуск теплую куртку или обойдешься плащом. Однако всего за одним кликом стоит кропотливая работа синоптиков. Метеорологические наблюдения Анна Авдеева проводит каждые три часа. Фиксирует облачность, видимость, высоту облаков, ветер, давление и температуру воздуха. Затем все эти данные шифруются и отправляются в Белгидрометцентр. На фиксацию явления отводится 5 минут, при шквале – 3 минуты. За этот срок нужно успеть зафиксировать явление, передать информацию в гидромет. Также при прогнозировании неблагоприятных явлений информируется об этом служба МЧС и обслуживаемые организации и предприятия. Сама метеостанция «Бобруйск» расположена в Сычково. Здесь установлена финская автоматическая система. Тем не менее, все показатели специалисты фиксируют и дублируют вручную. Это мировой стандарт. Анимометр, например, определяет скорость направления и порывы ветра. Количество выпавшего снега или дождя измеряются осадкомером, а уровень радиации – дозиметром. Это так называемая психрометрическая будка. В ней установлены термометры и гигрометр. Вдоль прибора для измерения влажности воздуха натянут необычный инструмент метеоролога – обезжиренный человеческий волос. При изменении уровня влажности он становится длиннее или короче. Лето 2021, отмечают синоптики, вошло в историю метеонаблюдений. Аномально жаркий день пришелся на 24 июня. Столбик термометра превысил отметку в 35 градусов выше нуля. Зимой рекорд не зафиксирован. Настоящим морозным днем ознаменовалось 13 января. Было почти минус 20. Профессиональный же праздник метеорологов – 23 марта. За окном плюс 13. Каждый день и каждые сутки они особенные. Шквал, град, грозу – это наша очень нелюбимая. Метель зимой – это очень нелюбимые наши явления атмосферные. Но что делать? Мы их наблюдаем, фиксируем. Надежды на теплую весну, кажется, оправдываются. Синоптики уверяют – осадки прогнозируются в пределах допустимого. Помимо дождей стоит ждать еще туманы и грозы. Впрочем, как говорится, люди, которые предсказывают погоду, не всегда отвечают за тех, кто ее делает. Ольга Васенда, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Особенности национальной рыбалки. С апреля в Могилевской области начнет действовать запрет. Начало нереста напрямую связано с прогревом воды. Исключение – использование одной удочки с крючком или спиннинга с искусственной приманкой. Главное – рыбачить светлое время суток с берега. Нарушителям грозит штраф до 960 рублей. Кроме того, с 1 числа будет запрещено пользоваться маломерными судами. Ограничения снимут 31 мая. Сразу после нас сирена. Моя коллега Кристина Ариан с обзором криминальных новостей недели. Не пропустите. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»!